Около 10 тысяч случаев заражения в 65 странах мира. Оспа обезьян семимильными шагами идет по планете. Это занозное заболевание, его фиксируют в 70-х годах прошлого века, но преимущественно в Центральной и Западной Африке, эндемичных районах по оспе обезьян. С мая этого года вирус стал стремительно распространяться по Европе и Северной Америке. Предположить можно несколько вариантов. Во-первых, прошла эпидемия COVID-19, когда иммунитет у людей сбился. Возможно, на этом фоне произошла еще модификация вируса. Скорее всего, либо это мутация плюс изменение популяции человека. И вот эта взаимосвязь двух факторов привела к тому, что такое широкое распространение получило заболевание. Первый случай оспы обезьян в России – завозной. Заболевший петербуржец, недавно вернувшийся из Португалии. Предположительно, именно там он и заразился. Роспотребнадзор сообщил, что ситуация находится под контролем и возможность для распространения инфекции в стране купирована. Однако специалисты допускают, что вслед за первым завозным случаем неизбежно произойдут и другие. Случаи могут быть только завозные. То есть, если люди, как туристы или кто-то по другим каким-то своим делам выезжает за пределы России, то тогда привезти, конечно, могут. Условия для распространения, если своевременно проводить противоэпидемические мероприятия, то, скорее всего, условий для распространения нет. Вирус оспы обезьян родственен вирусу натуральной оспы, которую полностью ликвидировали. По сравнению с натуральной оспой, оспы обезьян менее заразны и обычно протекают в более легкой форме. Среди симптомов – жар, сильная головная боль, воспаленные лимфоузлы, слабость, боль в мышцах. Спустя несколько дней появляются высыпания, которые затем превращаются в пузырьки с жидкостью. Воздоровление наступает через 2-4 недели, но бывают и летальные случаи. В последние годы летальность составляет около 3-6%. Группами риска считаются, кто дети, беременные женщины и люди с иммунодефицитом. Почему мы говорим, что, возможно, связано, когда люди потеряли достаточный уровень иммунитета, поэтому, возможно, распространение широкое. Сейчас нужно на бытовом уровне избегать лишних контактов, не выезжать в регионы, где фиксируют случай оспы обезьян. Пока лекарства от нее нет, лечение симптоматическое. По данным специалистов научного центра «Вектор», от этой болезни защищает вакцина от натуральной оспы, которой перевивали всех детей в нашей стране до 1979 года. В «Векторе» уже заявили, что приступили к тестированию новой векторной вакцины против оспы. Это средство будет эффективно и против оспы обезьян.